Библиотека на Крутицкой познакомила школьников с творчеством поэта Михаила Дудина. Театр книги «Крановатка» представил литературно-музыкальную композицию, посвященную столетию со дня рождения нашего земляка. Актеры впервые взялись за творчество Дудина и подошли к подготовке вечера очень основательно. Каждое стихотворение прочувствовано, пережито. Это, конечно, не лектор, который по бумажке выразительно, нормально, он филолог, прочитал все, а это пропущено через себя до дрожи, когда ты не можешь спать, когда ты вошел в то состояние, в котором находился Дудин, когда он выливал вот эти вот свои фронтовые впечатления. Готовясь к этому литературно-музыкальному вечеру, сотрудники библиотеки решили посетить могилу Михаила Дудина в Урмановском районе. По итогам визита они подготовили небольшой видеоролик и презентовали его зрителям. Мы почитали стихи, даже песни попели, которые написаны на его слова. Это была такая очень, знаете, патриотическая, я бы сказала, поездка. И вот когда побываешь в том месте, где жил великий человек, то как-то пропитываешься его эмоциями, его чувствами. Это очень нужное мероприятие. Михаил Дудин известен прежде всего как поэт-фронтовик. Он воевал сначала на Финской войне, затем на Великой Отечественной, а с 1942 года оказался в блокадном Ленинграде. В этом городе поэт и прожил большую часть жизни. Но родился он на Ивановской земле. Именно здесь его малая родина. Михаил Александрович Дудин родился в местечке Клевнево, Фурмановского района. Это небольшая деревушка, которая находится в 9 километрах от города Фурманово. Тогда Середа это был город. В деревне-то и было всего 6 домов. Он родился в семье рабочих. Мама у него была ткачихой, отец был сецепечатником. Военная тема в творчестве Михаила Дудина заняла особое место. Первый сборник стихов, выпущенный Ивановью, был о войне. Актеры театра книги «Карнавадка» постарались прочитать стихи так, чтобы каждый присутствующий смог представить и почувствовать, что это такое – жить под угрозой смерти. Еще рассвет по листьям не дрожал, и для острастки били пулеметы. Вот это место. Здесь он умирал, товарищ мой, из пулеметной роты. Тут бесполезно было звать врачей, не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей. Он умирал, и, понимая это, смотрел на нас и молча ждал конца. И как-то улыбался неумело. Загар сначала отошел с лица, потом оно темнее каменело. Эта литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству Михаила Дудина, не последняя, уверена в библиотеке. Его поэзия так заволновала и заинтересовала актеров карнавадки, что они планируют подготовить большой поэтический вечер, где прозвучит еще больше стихов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иванова.